всем привет сегодня буду делать слойки 2 с половиной стакана муки просеянный пол чайной ложки соли 2 яйца чайная ложка лимонного сока полстакана холодной воды замешиваю тесто тесто не должно быть жестким и вот я собираю в комочек и чуть-чуть у меня остается муки добавлю еще столовую ложку буквально воды он совсем немного чтобы скрепить все вот эти ошмёточки и домешиваю тесто если яйца большие то два с половиной стаканом будет идеальным если яйца маленькие то приходится чуть-чуть воды добавлять вот такое тесто замесила в пакет даю тесту отдохнуть полчаса теперь в эту же миску мне нужно полстакана муки полторы пачки сливочного масла холодного натираю сюда в эти полстакана муки натёрла превращаю все в однородную массу смешала муку с маслом в холодильник убираю чтобы холодная была вот это прослотно два стакана молока ставлю нагреваться теперь мне нужно 4 желтка отправляю сюда полтора стакана сахара буквально чуть-чуть несколько крупинок соли столовой ложки без горки муки и две столовые ложки крахмала но тоже крахмал без горки должен быть пакетик ванилина все это перемешиваем оставляю в холодильник из них будет павлова через несколько дней и сахаром хорошо перемешиваем и тонкой струйкой сразу вливаю горячее молоко потихонечку чтобы не свернулись желтки пальцу моему горячую я потихонечку начинаю ставлю крем на огонь и помешиваю даю чтобы он перегорел все крем завалился и получился заварной крем горячий крем отправляю 120 грамм сливочного масла и все перемешиваем пока я варила крем где-то его сколько минут 15 варила прошло полчаса тесто мы уже постояла вынимаешь пакета и дальнейшую тесто мягкое ровное такое присыпаю стол мукой раскатываю тесто катала тесто из холодильника достаю масло расправляю по тесту таким чтобы был квадратик приблизительно потому что все равно не раскатывать на квадрат и складываю все закладываю все края присыпаю стол мукой и раскатываю этот брикетик квадратик такой вот его я и раскатываю каждый раз я буду менять направление вот сейчас я так катаю потом я так сложу значит я буду катать вот так все четыре раза значит два часа времени с перерывом в полчаса я должна чем-то заниматься и холодильник крем периодически помешиваю первые полчаса убираю все пока тесто мой стабилизируется надо чем-то себя занять на кухне раскатываю тесто и все можно делать уже пирожные раскатываю тесто беру прямо так по кусочкам по небольшим вот это раскатываю сейчас вот такой инструмент у меня если покупать такую тесто резку то надо чтобы вот эти все ножи были более толстые если будут тонкие то они будут плохо прорезать тесто и сразу отодвигаю чтобы тесто не прилипло сразу растягиваю сеточку на одинаковые размеры укладываем на противень все это красоту свою теперь сюда крем заварную изюм помытый и закрываю сеточкой красивый также здесь нужно не суевелять нижний слой теста хорошо приминаю чтобы он не поднимался расправлял все остальное оставляю нетронутым чтобы именно поднималась дело помочки обязательно продавливают дно чтобы не поднималась во всех крем разогрела духовку разогретую максимально 280 градусов нагрета я пожалею туда вообще крем не класть вот в такие формы а выпить основу а потом залить крем но оно и так и так вкусно теперь клубнику и бананы опускаю в растворенный желатин можно добавить крем и если вдруг он убежал сильно теперь фрукты которые были в желатине зернышко кардамона кофе получается с запахом кардамона и немножко запахом шашлы шоколада потому что я какао да вот такое количество пирожных у меня получилось 37 штук осталось только крема но это не страшно на завтрак пойдет лучше вот это заварное запекать он тогда не течет но можно и отдельно выпекать форму а потом класть заварной крем и сверху фрукты залиты в глазури из желатина они тогда не обветриваются всегда таки будут глянцевые и выглядеть будут свежим можно попить кофейку заварной крем когда он запеченный он такой более плотный вкусный ну что всем пока на новых видео в следующем видео Продолжение следует...